Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости канала! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. Продолжаем знакомиться с Аюрведой, где советуется, что тело нужно наше дисциплинировать и обуздать наш ум, и для того, чтобы дух возобладал в этом теле, в сердце в нашем. А эта практика принесет человеку духовное и физическое освобождение. Йога. Согласно Аюрведе, практика йоги является духовной наукой, и она есть важное естественное предупреждающее средство, гарантирующее долголетие. Аюрведа и йога – науки сестры. В Индии существует традиция изучать Аюрведу перед принятием практики йоги, поскольку Аюрведа – это наука о теле, и только тогда, когда тело становится пригодным, считается, что человек готов изучать духовную науку йогу. Йогическая практика описана отцом йоги – Патанджали. Она весьма способствует поддержанию хорошего здоровья, благополучия и долголетия. Патанджали описал восемь разделов йоги и йогической практики. Естественное регулирование нервной системы, руководство к очищению позы тела, концентрация, созерцание, пробуждение сознания и стадия совершенного равновесия. Йога приводит человека к естественной позиции спокойствия и уравновешенности. Йогические упражнения имеют как предохранительное, так и целебное значение. Йогическая практика помогает достичь естественного порядка и баланса на обменном и нейрогормональном уровнях, усовершенствовать эндокринный обмен, создавая таким образом заслон против стресса. В лечении стрессов и связанных с ними заболеваний йогическая практика дает замечательный эффект. Йога – это наука о союзе с изначальным существом, Айурведа – это наука о существовании, о повседневной жизни. Когда йоги делают обычные позы и следуют обычным предписаниям, они открывают энергии, которые скапливаются и застаиваются в энергетических центрах и дают им движение. При застое эти энергии создают различные болезни. Йог может временно страдать от физических и психологических нарушений, поскольку в системе йогического очищения ума, тела и сознания происходит выход болезнетворных токсинов. Используя айурведическую диагностику и лечение, йоги эффективно борются с этими нарушениями. Айурведа указывает, какой тип йоги подходит для каждой личности. Согласно индивидуальной конституции, сопровождающая диаграмма указывает, какие позы хороши для каждого типа конституции. Например, человек питта конституции не должен делать стойку на плечах более одной минуты, иначе могут произойти ментальные нарушения. Аналогично люди вата конституции не должны долгое время делать стойку на плечах, поскольку эта поза создает слишком большую нагрузку на седьмой шейный позвонок. Этот позвонок очень чувствительный, и при тонкой костной структуре вата конституции нагрузка на него может привести к смещению в позвоночном столбе. Подавленный гнев будет смещать шейный позвонок вправо, а подавленный страх сместит позвонок влево. Люди капха конституции не должны делать позу скрытого лотоса продолжительное время, ибо эта поза создает прямое давление на надпочечную железу. Дыхание и медитация, или пранаяма Дыхательные упражнения, называемые пранаямой, являются оздоровительной логической техникой, способной привести сознание в необычные равновесии. Практикуя пранаяму, человек переживает чистое бытие, постигает истинный смысл мира и любви. Пранаяма обладает многими восстановительными оздоравливающими качествами, и в том числе творческим воздействием на организм. Она может привнести в жизнь радость и блаженство. Как и в йоге, в пранаяме упражнения рассчитаны на различные конституциональные типы людей, на которые указывает Аюрведа. Люди типа Питта конституции должны дышать через левую ноздрю. Вдох осуществляется через левую ноздрю, а выдох через правую. Большой и средний пальцы поочередно открывает и закрывает ноздри. Это упражнение имеет охлаждающий эффект в теле, увеличивая женскую энергию. Люди капха конституции должны дышать правой ноздрю, вдыхая через правую и выдыхая через левую ноздрю. Это упражнение имеет оздоровительное влияние на организм, увеличивая мужскую энергию. Люди вата конституции должны дышать обеими ноздрями поочередно, так как вата обладает активной деятельной силой дыхания через каждую ноздрю, поочередно внесет в такой организм равновесие. Тучные люди должны заниматься йоговскими дыхательными упражнениями под названием «Дыхание огня». Это упражнение делают сидя в удобной позе, глубоко вдохнув, начинают быстро и сильно выдыхать через нос. После такого выдоха, естественно, происходит вдох. Это упражнение поможет жировому обмену. Оно должно проводиться в течение одной минуты с последующей минутной передышкой. Упражнение равноценно пробежке на 2 мили. Когда полный человек делает это упражнение, он может вспотеть, испытать жажду, захочет выпить холодного питья. Однако прохладный напиток следует при этой ситуации избегать, поскольку они будут увеличивать образование жира в организме. Слово «мантра» – это санскритский термин, обозначающий слово или группу слов, несущих определенную звуковую вибрацию и энергию. Ну, например, это я от себя добавляю, звук «Ом», обладающий огромной энергией и пение священных слов в предписанном порядке в мантре, освобождает эту энергию. В начале мантру нужно петь звучно и достаточно громко, чтобы человек мог слышать звучание. Вибрация мантры проникает все глубже и глубже в сердце, и в итоге человек может замолчать, внутренне взаимодействуя со сверхзвуковой вибрацией. Эта практика несет в себе огромную оздоровительную энергию. Энергия мантры помогает достичь равновесия тела, ума и сознания. Ну, вот я от себя сейчас добавляю, что в Сахаджа-йоге очень много мантр. Шри Матаджи оставила своим ученикам очень много мантр. Поэтому я еще раз вернусь к даче самореализации, а дальше ваше право пользоваться. Ну, раскрывать я и так очень много раскрыла вам на просторах Ютуба. Поэтому, дав реализацию, дальше самостоятельно начинайте двигаться самостоятельно вперед. Подошли к медитации. Медитация, это уже Аюрведа, привносит в жизнь человека осведомленность, гармонию и естественный порядок. Она пробуждает разум к созиданию счастливой жизни и миролюбию и творчеству. Пробуждение такого творческого разума является благословением медитации. Давайте проведем вместе один простой метод медитации. Выберите, если возможно, свободное время, ранним утром и сядьте удобно. Позвольте вашим глазам осматривать окружающее. Вашим ушам воспринимать звуки. Расслабьте ваши мышцы. Понаблюдав некоторое время этот внешний мир, закройте глаза и перенесите ваше сознание из внешнего мира во внутренний. Начните замечать движение ваших мыслей, желаний и эмоций. С берега сознания наблюдайте движение реки мыслей. Не пытайтесь останавливать, изменять или давать оценку этому состоянию. Через это внутреннее наблюдение вы начнете избавляться от рассеянности. Почувствуете начало радикального изменения. По мере возрастания незамутненного сознания вы начнете наслаждаться возрастающим освобождением. И сокровищница энергии раскроется в вас. В этом заключается благо медитативной практики. Другой вид медитации также несет великое благо. Сядьте спокойно и наблюдайте за вашим дыханием. Дыхание это движение праны. А прана жизненная сила и жизненная энергия, имеющая два полюса. Вдох и выдох. Вдох является холодным, а выдох теплым. Вместе вдох и выдох создают естественный биоритм. Через дыхание вы начнете постигать вибрации космического звука. Этот космический звук является беззвучным аум и имеет два проявления мужское и женское. Мужское начало это ХМ, а женская энергия это СО. Во время вдоха вы почувствуете вибрацию космического звука СО. Во время выдоха вы будете чувствовать звук ХМ. В СОХМ медитации существует союз индивидуального сознания с космическим сознанием. Прислушивайтесь к звучанию СОХМ в вашем дыхании. Эти вибрации являются звуковой энергией, которая идентична жизненной энергии дыхания. Ваше дыхание станет спокойным и спонтанным, и вы уйдете за пределы мысли, за пределы времени и пространства, за пределы причин и следствий. Ограничения исчезнут, ваше сознание станет пустым в себе, и в этой пустоте произойдет раскрытие вашего сознания. Это слияние индивидуального космического сознания с сознанием космоса приведет к САМАДХИ, стадии высочайшего равновесия. На этой стадии мир и ликование будут нисходить на вас как благословение. Еще раз перечитаю этот абзац. Это слияние индивидуального сознания с космическим сознанием приведет к САМАДХИ, стадии высочайшего равновесия. На этой стадии мир и ликование будут нисходить на вас как благословение. Жизнь станет медитацией, ибо медитация неотделима от жизни. А есть часть ее, жизнь есть медитация, и медитация есть жизнь. Творящий разум начинает действовать в вашем теле, уме и сознании. В этом новом расцветшем сознании все проблемы рассеются. Медитация необходима для внесения гармонии в повседневную жизнь человека. Помните, однако, что вышеупомянутые результаты медитации можно получить только при старательной и регулярной практике. Да, мои хорошие, мне что-то так не дается легко. Но в сахаджа-юге очень быстро новички сливаются с сознанием космическим. Это говорит один из ученичков, который вроде бы уже теперь перешел немножко на другую стадию совершенствования. С вами была Надежда Николаевна. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok